всем доброе утро с вами олег рожков и мы продолжаем готовить для вас интересные вкусные полезные завтраки и делимся их рецептами поэтому сегодня мы будем готовить супер полезный травяной чай а в этом не поможет сушев роман всем привет меня зовут роман шаметихин я сушев бой работаю более 10 лет знаю более 10 рецептов чай сегодня приготовим один из них начнем приготовление нашего замечательного антипростудного чая антипростудный чай у нас будет состоять вообще без заварки какой-либо заварка травяной чай в его состава у нас входит имбирь цедра лимона лайм мята и мед и оба немного да по полезным свойствам как раз таки расскажем почему мы выбрали такие ингредиенты раз мы сказать что это антипростудный чай ну да конечно же мы об этом сейчас вам обязательно расскажем лимон конечно же известен нам всем своими замечательными полезными свойствами таким как витамин c он понижает кровяное давление имеет еще массу массу других полезных свойств печень чистят я слышал печень чистить да точно так разгоняет нашу кровь вот и еще много много на чем помогает но имбирь вообще очень круто вообще очень очень полезно имеет целую кучу минеральных веществ всех помогает при простудных заболеваниях также очищать наши легкие я слышу что он даже помогает от головной боли и у кого артритом до для пожилых людей он будет очень полезно его полезных свойств очень обширен и он нам всегда поможет и выручит нас ну что давай тогда с тобой начнем делегирую полномочия какие-то чтобы это что-то может быть порезал ну для начала мы ставим конечно кипятить водичку да смотри и вот очень важно при чая да даже когда мы используем часть какой-либо заваркой важна температура нагрева воды у нас с тобой какая бы температура чтобы потому что чем жестче будет вода в плане нагревания например там если 100 градусов или типа того полезные свойства могут покинуть некоторые ингредиенты мы доведем примерно до 90 градусов а ну вот это идеально будет да отлично значит пока у нас вода кипятит сначала да мы берем имбирь не очищаем его от кожица ничего потому что не тоже содержит все полезные даже в кожица да даже кожица круто имбирь очень универсальны потому что средства и поэтому да вот пока ты нарезаешь имбирь еще хотел пару слов по поводу него сказать что он помогает наладить и работу и желудочно-кишечного тракта если вдруг у кого-то есть проблема щитовидку он нормализует ее работу то есть это достаточно такое универсальная да да универсальный ингредиент который действительно можно не только осенью употребляйте в приготовлении чая но и вообще в целом да круглогодичного употребление в рацион конечно принесет пользу нашему организму и мы только за его употребление ну слушай и вообще вот я уже много там готовок поснимала вот осенних в том числе когда ты видишь на своем столе вот такое великолепие цветов все желтенькое разноцветное там зеленое настроение всегда улучшается поэтому как мы уже повторялись неоднократно еда не только должна быть вкусно и полезно она еще и должна красиво выглядеть да ну что продолжаем дорожаем да надо нарезать несколько кружочков лайма ты сам вообще чем бодришься с утра когда просыпаешься что выбираешь кофе или чай для меня мой ритуал это обязательно чашечка кофе что-нибудь сладенькое побежал на работу где я уже полноценно могу позавтракать и приступить к началу работы ну как я по это не сторонник ппп да ты выбираешь так что побыстрее да и так поэффективнее как бы сказать да 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 может выходные дни я ппп в общем не повторяйте за мной за романом потому что тоже такой человек который с утра просыпается лишь бы лишь бы в себя что-то побыстрее накидать чтобы как запустить свой организм также нам понадобится обязательно цедра лимона да и именно цедра не милцы они дольки в очередной раз до пытаюсь овладеть техникой правильно нарезание ингредиентов вот мне роман объясняет что пальцы всегда нужно держать вот так подальто до чтобы ножик скользил у себя вы по костяшкам да и чтоб ты не мог обрезать и как мне сейчас роман еще сказал не надо пилить ингредиенты надо в одно движение как ты сказал от пяточки от пяточки к носим вот так вот проводишь точно это хороший лайфхак действительно даже если дома будет что-то готовить на кухне будете знать как резать и ваши пальцы будут в целости и сохранность что очень тоже важно потому что без пальцев мы не приготовим ну да и кровь в еде как-то не очень смотрится так у нас все ингредиенты уже подготовлены вода вскипела 90 градусов там температура сейчас осталось все только погрузить в чайничек заварить и ждать 5 минут где-то да 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 5 минут и все будет готово так начнем да берем нашу нарезанную цедру примерно 10 грамм и засыпаем ее в ситечко это будет основа как бы то есть ее первым делом да и и первым сич да ну просто по очередь засыпаем свои ингредиенты далее мы берем наш нарезанный имбирь тоже закладываем в чайничек колечки лайма четыре подержи и небольшой пучочек мяты позже пожалуйста три ложечки таких долл на добрых на добрых окей хорошо одна есть сейчас но пропотеем как следует не чувствую после этого очень согревающий особенно если пришли с мороз после плохой погоды он прекрасно согревает мне кажется термос вообще такой можно и на прогулку куда-нибудь отлично подойдет ну и пахнет вот и запахи и цвета все потрясающе так что ждем 5 минут для приготовления данного имбирного чая нам потребуется цедра одного лимона пучочек небольшой мяты 20 грамм лайма и 90 грамм меда при этом чай пить и не болейте ну что ж продегустируем наш имбирный чай посмотрим насколько у нас сегодня сможет согреть но я ни капельки не сомневаюсь в том что он действительно будет такой какой каким нам его и представлял роман я думаю что он сейчас очень горячий но такой должен быть антипростудный чай да вот мне подсказывает роман тогда роман действительно отличный да но и еще как вот также роман не сказал что когда имбирь постоять чуть больше больше там пяти минут он прям действительно будет обжигать когда пьешь поэтому пробуем ну прекрасно сочетание всех ингредиентов как я уже всегда говорил работают профессионалы в своем деле любят свою работу поэтому и еда у них получается и чай получается отличный так что я вот например как человек который гуляет очень часто собакой в холодную погоду вообще в любую погоду выхожу с ней гулять вот такой чай отлично подойдет чтобы согреться если вы долго находитесь где-то на улице ну а с вами был олег рожков всего доброго